Многие горожане думают, что жизнь в сельской местности скучна и однообразна. Но жители 12 сёл Бакватрокского муниципального образования с этим категорически не согласны. Например, благодаря проекту «Детям России. Образование, здоровье и духовность. Дрозд», который реализуется компанией Фосагра, досуг у них проходит со спортивным уклоном. Два больших фестиваля проходим среди сельчан, среди детей. Это большой праздник у нас. В Новую Лизанию участвуют и взрослые, и дети. И потом в Маянге. Два села объединяют вокруг себя по пять сел и проводим большой турнир. Сейчас село болеет за своих. И ребенок победит с селом. Он гордый, он по селу идет, его все знают, его все уважают. Там, где в селах пролетает дрозд, начинаются преобразования. Появляются спортзалы, тренажерные комнаты, спортивные поля, как, например, в селе Маянга. А в Быковом отроге даже целый центр греко-римской борьбы создан. Было три маленьких таких спортивных зала отдельных. Сейчас у нас огромный зал. Мы проводим там совместные дни борьбы, и мы проводим там тренировочные сборы летом. Неудивительно, что министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын, который на днях побывал в Блакове с рабочим визитом, заглянул в этот центр борьбы и попал на тренировку юных спортсменов. В глазах ребят желание тренироваться, желание побеждать во славу своего клуба, своего города, своей страны. И я благодарен людям, которые помогают ребятам в их становлении. Быково-отрогским борцам помогает наставник Алексей Шишков, воспитанник заслуженного тренера России Андрея Конопелько. Министру спорта рассказали, что именно благодаря Андрею Артемовичу в селах появились секции борьбы. Мастер всегда хотел, чтобы этот вид спорта был на особом месте, и дело его продолжили при поддержке Фосагра, проекта «Дростсело» и администрации БМР. Важна и значима деятельность компании через направление «Дростс», потому что это забота о наших детях, это их интеллектуальное развитие, физическое развитие. И те условия, которые создаются, говорят о том, что это надежный партнер для реализации программы развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Фосагра, по словам министра, занимается комплексным развитием детского спорта, в том числе и на базе подшефной средней школы номер 25. Олег Матыцин побывал и здесь. Ему показали большой спортивный зал, центр «Дростс», который был открыт в 2018 году. Также на базе школы состоялся круглый стол, участники которого оценили вклад Фосагра в реализацию государственной программы развития физической культуры и спорта. Федеральному министру был также представлен проект физкультурно-оздоровительного комплекса с беговыми дорожками, площадками для занятий игровыми видами спорта, стадионом. Проект прошёл госэкспертизу. Министерству молодёжной политики и спорта Саратовской области подана заявка на строительство стадиона. Мы понимаем, что это станет местом притяжения. Олега Матыцина идея возвести комплекс в непосредственной близости к школе впечатлила, и он пообещал со стороны министерства оказать содействие в реализации этого проекта. Продолжение следует...